Первый куплет подарил вдохновение и то самое состояние, благодаря которому можно приступить. А второй куплет настраивает душу и сердце на тот, наверное, самый главный труд, который может произойти. То есть как можно встречаться, как можно быть гостем, и как можно отнестись к каждой строчке, к каждой фразе. И если настроить своё сердце, а это очень хочется постараться, настроить своё сердце в унисон с этими строчками, то ощущение волшебства, оно прямо сейчас наполняет сердце и не покидаем его. Я благодарен этому куплету за то, что он рассказывает, рассказывает и настраивает, что вот в этой работе, в этой игре надо быть готовым к самым таким вот неожиданным моментам. Ну как, знаете, вот читаю и разобрать детально по куплету, а потом по строчке и фразе небольшое. И это такое как бы удивление, необычность какая-то. И он настраивает на такое детальное и на необычность встречи с этой игрой, что будет происходить что-то новое, небывалое, и к этому нужно быть готовым, и к этому нужно быть и с настроением подходящим, и с вниманием соответствующим. И с душой. Так интересно открывать вот куплет за куплетом, это инструкции, и вот со знаниями, которые дарит первый куплет, когда читаешь второй куплет, это радость, вот эта радость такого дела совместного с другом, что это без суеты, что мы вместе радостно с душою разбираться, учиться, осваивать вместе. Это особый восторг от этих возможностей вместе с другом встречаться с желанной песней. Вот в таком алгоритме, тщательном, внимательном. Очень интересный, своеобразный куплет, который дает сразу три внутренних критерия такого труда необычайного и внешний алгоритм, как это всё делать. И внутренне очень важно выявить, прямо вот проявить, уместно ли суета, приятно ли дело, отрадно ли заниматься им всей душой. И уже, когда этот внутренний труд проделан, тогда и детально отнестись к каждому-каждому куплету, строке, фразе, ну просто отрадно. Передо мной такой живой друг из сказочного мира. И как в продолжении первого куплета, во втором здесь куплете также открывается эта щедрая забота этого сказочного мира. И большая благодарность за эту инструкцию, где очень подробно сказано, в каком состоянии, с какими чувствами, как с душой осваивать эти… участвовать в этом приятном деле. И благодарность за то чувство, что этот друг вливает такую уверенность, что всё получится в этом деле. Мне ещё очень понравилось то, что здесь есть слова отрадно взяться, да осваивать с душой, что можно играть и разучивать с душой, чтобы было очень красиво и стараться. Я за это очень благодарна. Прочитавшись, встретившись со вторым куплетом, сразу в начале, когда прочитала про приятном деле, захотелось вновь обратиться к оглушке этого издания, инструкции. Вот это, ну, ещё раз обратить своё внимание, какое же это приятное дело. И знаете, вот восторг просто от необыкновенности не бывало бы такого серия музыкальных игр, просто настоящий восторг. И есть возможность вот в этот сказочный мир путешествовать таким образом. А второй куплет, он продолжает открывать шаг за шагом, а что нужно сделать, чтобы это состоялось, эта встреча состоялась, эта игра состоялась, это, ну, вот, слияние, ведь руки-то наши, да, чувства наши, желания наши, произведение сказочного мира. И вот это некоторое, ну, можно сказать, слияние, что ли, соединение сказочного мира и того мира, в котором эта игра состоится. Огромная благодарность за вот такую пошаговую счастливую возможность слияния со сказочным миром. Я благодарна этому волшебному куплету, он ополняет сердечными, радостными, вдохновительными чувствами. И даёт такое понимание, что ценность каждой строки, каждого куплета даёт ощутительно почувствовать и как важно с душой себя осваивать это любимое дело. Куплет дали вот этот поэтический образ целого процесса. И рождает в сердце стремление, желание постигать вот этот процесс сказочного взаимодействия, сказочного постигления вот этой сказочной мудрости и дарит вдохновение на то, чтобы вчитываться в каждую строчку, в каждое действие, потому что ощущается, что здесь такая беспредельная, безграничная мудрость. И очень хочется это всё пострелять. Этот куплет он настраивает на старание, на устремление, на такое, не просто старание, а такое душевное старание со всей душой. И тут каждая строчка, она просто как-то сказочно, сказочным языком, но она просто дарит это ощущение и желание постараться. Вместо того, сам вопрос, да, он такой сюрпризный и такой шуточный и в то же время рассказывает, что не надо суетиться, надо уложить старание душу, взяться, само слово взяться просто каким-то рекованием наполняет, потому что такое ощущение, что в этом столько энергии в этом слове взяться, вот собрать всё, всего себя, да, все свои желания, и вот как в луч и взяться, сделать вот это то, что сейчас предложено с душой, тут столько вот такого раду, ну какого-то душевного, такого детально, да, и тогда даже раскрывается как детально, куплет, строчка или фраза, то есть настолько самоиздание, оно сподвигает всё больше и больше и больше вот этого сердечного старания, сердечного внимания, и от каждой строчки благодаря этому благодарность, что она прямо наполняет этим старанием, этим энтузиазмом, этой сердечности. Узнаешь из этого куплета, что даже небольшая фраза, разученная, это тоже такая радость, по строчке кажется, даже в фразе небольшой такой треточие стоит, что даже небольшая фраза она может потом привести к освоению целой песни, что надо обязательно начать, она прямо вдохновляет этот куплет, именно на то, чтобы начать. мне ещё очень-очень понравилась первая строчка «У местности» там в приятном деле это обязательно-обязательно нужно выбрать именно ту песню, в которой приятно будет очень общаться. У меня ещё самая первая строчка, она вроде бы говорится здесь о суете, о ощущении, да, и гармонии, что само это дело, оно вообще, что это дело, приятное дело, что оно, оно и здорово его осуществлять, гармонии, и оно дарит гармонию, что это такая определённая последовательность, которая дальше здесь описывается, которая именно и дарит чувство гармонии, и чувство познания нового, и вот это дело, да, так приятно, что здесь именно слово «дело» написано, это вызывает такое вот особенное чувство радости, и даже вот какой-то такой радостной ответственности, что ли, что это дело, которое, а если дело, оно может пользу же принести, и как его начать отрадно, с душой, вот здесь детально, да, обращается внимание, что вот каждое, каждое, каждое маленькое что-то, каждая деталь, она очень-очень важна вот в освоении и в освоении будущем, да, вот освоении гитарных аккордов, и в освоении самой инструкции, что очень важно, вот обращение вот к каждому слову, вот оно вот несёт это, в этом, в каждом слове, в нём уже есть образ действия, вот в каждом, и вдохновение, и действие, и, ну вообще, всё тут уже есть, поэтому так здорово к нему каждому отнестись, вот прямо вот как будто бы вникнуть вот всей душой к нему. Столько приятных чувств, столько лёгкости, нежности, меня в восторг привела строчка «Отрадно взяться да осваивать с душой», то есть прикоснуться к чему-то очень высокому, светлому, вот как Лёша сказал, взяться всем своим существом и осваивать с душой, то есть важны чувства, чувства, как я это делаю и по отношению к другу, и по отношению к сказочному миру, который так щедро протянул руки. И следующая строка «Разобрать детально», то есть каждая частица важна, по куплету. Текст этой странички направлен вот такое на взаимное действие, которое очень радует. И к этому действию нужно приготовиться без суеты, заранее ощутить всё вот это вот счастье, удовольствие от занятия этим. И в ходе этого занятия вот так не просто аккорды изучать, а общение должно быть такое, что оно приносит радость и удовольствие, как вот всё, что создаётся в сказочном мире, оно несёт вот эту вот неповторимую радость жизни, счастье. И вся эта работа, она вот направлена на это. И знакомство с аккордами, и с изданиями, оно вот каждой буквой, каждой строчкой, оно дарит это счастье. Ну и конечно же, за это большая благодарность, за это счастье. Так созвучно с тобой, сейчас читаю строчки второго куплета, и такое яркое ощущение, приглашение в сказочный мир, оно прям приглашает отправиться в гости в аккомпанемент любимой песни, желанной песни. И в то же время, благодаря отношению, юмору, каждой строчке, вот это ощущение, что сказка, она уже началась, вместе с открыванием строчек, открыванием страничек этого издания. Такая волшебная поэтическая инструкция, которая эту сказку уже проявляет. Мне тоже ощутилось волшебство, как-то в этом куплете я узнала, что эта инструкция, она прям как будто разговаривает с нами. И вопросы задают. вопросы задают. Благодарность за такие уточнения, с душой, даже фразе небольшой. Такие юморные, вдохновляющие и в то же время такие дружеские. Даня еще подсказывает, даже в небольших моментах можно найти очень значимый смысл, который принесет радость жизни. Интересно, что это первая строчка. Говорили, что она ощущение гармонии дает. Уместна ли суета? Я прям ощущаю, что читая эту строчку, хочется вздохнуть и вот дальше уже читать даже с другим состоянием, с другим настроением, уже вообще без всякой суеты. Да когда есть такое настроение и разучивать аккорды и инструмент осваивать гораздо легче. Второй куплет подарил огромное такое ощущение знания о том, что в деле освоения эта суета, она вроде бы такой тактичный вопрос, уместна ли суета в приятном деле это? Но становится понятно, что неуместно. И вот эта суета, она в первую подразумевается, как ощутилось, что это именно суета в мыслях, суета в чувствах, надо все это убрать, сгармонизироваться, настроиться, подготовиться к этой встрече и уже с радостью, отрадно взяться, доосваивать, с душой. И тут, знаете, еще такая забота этого издания в том, что, знаете, разобрать детально, а потом, ну как в цифровой камере зум, по куплету, раз поближе, потом еще поближе, по строчке, а потом совсем к фразе небольшой. То есть такое ощущение, что вот благодаря этим строкам становится понятно, что полнота чувств и мыслей есть в каждой фразе издания и в каждой фразе этого издания. И очень важно со всем вниманием, именно с сердечным вниманием, душой отнестись к ним. Ну и, конечно же, такой отрадный процесс. И очень благодарна за эту первую строчку, первый вопрос. Она сразу приглашает стать активным участником, как будто бы автор обращается ко мне, и вот на моменте даже подготовки к игре хочется не просто слушать и читать, а уже соучаствовать в этом процессе. И дальнейшая строчка, вторая, досваивает с душой. Она подсказывает, что это не только для рук, условно говоря, для рук игра, что это и для души такой образовательный обучающий процесс. И дальше вот это такое внимательное отношение и к куплету, и к строчке оно как-то уже начинает душа включаться, трудиться, и хочется даже на этом этапе отнестись к каждой детали песни. Как будто такой образ создается в будущей игры. Как она будет происходить? Я благодарна этому куплету за такой настрой, за юмор, за отношение и вдохновение. Вот когда в первом куплете ты встретился с другом, с которым хочешь встретиться с песней и разучить аккомпанемент, а здесь как это сделать, как настроиться как оставить все лишнее и с собой взять все самое светлое, лучшее и пойти навстречу этой песне. Вот этот куплет просто вдохновляет распахнуть свою душу навстречу тем прекрасным чувствам, с которыми сейчас я встречусь вместе с другом. В каждом куплете, в каждой строчке, в каждой фразе, в каждом аккорде вот этот такой первый шаг сказочный мир открывает этот куплет. Второй куплет продолжает радовать своим таким оптимистичным настроем, дружеским отношением. И строчка «Уместная суета» в приятном деле, она радует и вдохновляет одновременно. и такое чувство, что обратить внимание на главное, никакой суеты не должно быть. И в приятном деле это такое однозначно юмор здесь чувствуется, и что дело это однозначно приятное. И столько радости, столько здесь вдохновения, а строчек разобрать детально, по куплету, по строчке каждой, даже фразе небольшой, ощущение такой ценности, даже каждой строчки, каждой фразы, ощущение ценности даров сказочного мира, благодарность за такое вдохновение и радость, и дружеское отношение во всем этом куплете. Как только читаю эти строчки, то внутри начинает звучать голос сказочников. Вот он такой родной, такой любимый, настолько радостно сияющий и вдохновляющий. Просто эти слова, они словно живые и наполнены этими интонациями, дружескими, радостными, счастливыми, такими благословляющими, такими бодрящими, вдохновляющими. удивительные вообще слова, они словно сияют и радуют и сразу заботливо все рассказывают, подсказывают. Просто волшебные живые. Так отрадно взяться, осваивать с душой. Каждое слово, оно просто напитано светом и лаской, и добротой, и такой нежностью заботой. Вот каждое слово просто сияет, ликует и очень радует. Спасибо огромное сказочному миру за такую инструкцию. У меня огромная благодарность этому куплету за то, что оно дарит ощущение настоящего подарка сказочного мира. Эта игра и этот куплет в этой инструкции он дарит ощущение подарка для души, благодаря которому обретается и смелость, и бесстрашие, и вдохновение, и то, что нам дарится дело, которое может стать очень-очень любимым. И он помогает, дает возможность по-новому слиться с произведениями сказочного мира, по-новому ощутить глубину, ценность каждой строчки, каждого слова, каждого куплета, каждой песни. И вообще вот этот сам процесс с любовью, с душой, он так бесценен в жизни и, конечно же, во встречах со сказочным миром. Ощущение очень важного события жизни, такого ценного, на которого очень важно выделить осознанно время, без суеты, подойти к нему, детально-детально разобраться. И вот это событие, оно становится отрадой, отрадой жизни. И вот ощущается важность этого действия, этого дела приятного, которое жизнь делает просто прекрасной. В общем, восторг от этого куплета. Второй куплет дарит сердечную заботу, разливается в каждой строчке заботушка прямо от сердца к сердцу, чтобы мне было и всем друзьям понятно, как правильно осваивать рекорды, как внимательно, заботливо относиться, как чутким быть в каждой строчке, каждому написанию, в каждой строчке текста, соответственного компонента. благодарность сердца за то, что важно при этом, осваивая самой душой. Ведь в каждой фразе может быть гамма удивительных прекрасных чувств, но так же и в нотах. Спасибо за сердечную заботу автора и за юмор. Спасибо.